Здравствуйте! Сегодня с вами посмотрим новый видеообзор от интернет-магазина iKlon.net новой брендовой модели коммуникатора HDC T9190 E86 с поддержкой 3G, EVDO, CDMA, GSM-связей. Для начала давайте с вами осмотрим комплектацию, внешний вид. Так у нас в комплекте идёт сам коммуникатор. Сделан он из качественного пластика, есть металлические вставки. Значит, общие характеристики у нас. Дисплей идёт 3,8 дюйма, 16 миллионов цветов, с разрешением экрана 480 на 800 пикселей. Также присутствует G-сенсор, датчик положения телефона в пространстве, датчик приближения. Общий вид у нас, как мы видим, довольно-таки качественная сборка телефона идёт. На передней панели есть у нас сенсорные кнопочки. Кнопка поиска, кнопка возврата, кнопка главного меню, кнопка приложения настроек. Дальше есть ещё брендовое имя компании HDC. На передней панели фронтальная камера 0,3 пикселя. Есть ещё большой слуховой динамик на передней панели. На боковой панели есть у нас кнопочка увеличения, уменьшения громкости, звука мелодий, разговора. На верхней панели мы видим кнопочка включения-выключения, также лакировки экрана, 3.5 стерео разъём наушников. На этой стороне видим кнопочка фотоаппарата для удобства фотографирования. На нижней боковой панели мы видим сам разговорный динамик и разъём для подключения синхронизации компьютера или же зарядного устройства. На задней панели видим металлизированную крышку. Есть маленькое зеркальце для фотографирования, динамик и камера 5 пикселей. Посмотрим, что внутри нашего телефона. Есть батарея, их комплекта две по 1500 мА, 4,2 В. Далее есть у нас разъём под microSD максимально 32 Гига, два слота под карты CDMA и GSM. Они устанавливаются друг над другом, снизу GSM, сверху с TMA. И давайте осмотрим с вами комплектацию, что есть у нас в комплекте к этому телефону. Видим, что есть у нас кабель для синхронизации компьютера и для зарядного устройства. Далее есть у нас стерео гарнитура с функцией свободной руки. Неудобная очень кнопочка, большой динамик. Разъём 3.5. Далее в комплекте также уже идёт провезиненный чехол специально к этому телефону. Он повторяет полностью все кнопочки. Есть все вырезы для камеры, для динамика, для зарядного устройства, для микрофона. Можем даже померить, посмотреть, как он смотрится. Чехол прорезиненный, в руках не скользит. Чувствуешь себя очень уверенно. Не выпадет с руки. Видим, что все разъёмы и кнопочки повторяются, соответственно. Вот. Дальше. В комплекте ещё у нас идёт зарядное устройство с переходником. И USB-выходом для подключения телефона к зарядному устройству. Вот. Также в комплекте есть ещё вторая батарея. Тоже 1550 мА. Одна уже установлена в телефоне. Давайте с вами осмотрим производительность самого телефона. Значит, как я уже говорил, 3.8 дюйма дисплей. Ямкостный AMOLED-экран с поддержкой Multi-Touch. Материал в стекло. Работает на касание довольно-таки быстро. Подключение всех возможных приложений, как Bluetooth, Wi-Fi, GPS, тоже происходит довольно-таки быстро. Как видим, у нас есть уже соединение с Bluetooth и Wi-Fi. Мы сможем с вами проверить, к примеру, наш девайс на возможность Multi-Touch. Давайте попробуем. Здесь идёт Multi-Touch на два касания. И давайте с вами осмотрим сразу все возможности нашего телефона. Проверим датчики. Итак, как видим, у нас есть основная камера, датчик, отмечен галочкой. Дальше есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth, стандарты GSM, UMTS, 3G-связи. Также есть акселерометр, процессор. Идёт у нас Qualcomm MSM7227, 800 МГц, плюс NXP5209, 400 МГц. Отличается от стандартного T91-90, тот, что процессор стоит 600 МГц. Здесь намного быстрее. Так же самое есть вибросигнал, микрофоны. Как видим, работает вибросигнал. Датчики освещенности. Можем смотреть. Меняются Lumix. Видим 120 освещенность. 100, 120. Закрываем. Работает. Датчик чувствительности экрана. Тоже есть. Остальных, как бы, таких больших гироскоп. Вспышки здесь нет. Датчики давления тоже нет. Температурного датчика, к сожалению, тоже нет. Сам процессор довольно-таки быстрый для такого экрана. Производительность этого телефона очень хорошая. Есть у нас возможность просмотра картинок быстрого доступа. Также, что мы можем еще сказать. Можем выйти в интернет. С интернетом работает джерсвязь довольно-таки быстро. Видим мы уже на главной странице Яндекс. Возможность выхода в скайп видеозвонки. Потому что есть у нас передняя камера. Также есть в этом телефоне поддержка голосового поиска. К примеру, можем найти телефон. Выполняется обработка. Вот мы видим, что телефон. То есть, можем выбрать, к примеру, браузер. И сразу, что нам нужно, мы можем найти в интернете. Также есть поиск в телефонной книге. По контактам. И в нем самого телефона. Как видим, мы уже нашли наш телефон. То есть, голосовой вызов идет. Дальше, что хотелось бы сказать по поводу производительности самого телефона. Можем попробовать, к примеру, на каких-то играх. Давайте с вами попробуем испытать датчик G-сенсор. Создадим новый аккаунт с вами. И попробуем работу с G-сенсором. Как видим, G-сенсор работает у нас. Можем играть в такие игры. Вот, дальше. Попробуем еще производительность в такой игре, как Angry Bird. Как она работает у нас с этим процессором MSM-776-27. Есть у нас возможность быстрого-большого просмотра. Можем уменьшать. Можем увеличивать. Вот, увеличим. Значит, Angry Bird тоже смотрим, что справляется с этой игрой. Также, здесь реализован мультитач. Есть возможность других приложений реализации для всех возможностей с этим телефоном. Так как производительность этого процессора оперативной памяти позволяет запускать разные приложения для совершенно более мощных процессоров. Что еще есть у нас по возможности в этом телефоне? Значит, функции памяти у нас реализованы в этом телефоне. RAM памяти 576, ROM 512, слот для расширения microSD-карты TransFlash до 32 гиги. Дальше сообщение MMS, SMS, возможность контактов контактов до 1000 штуки. Интернет, GPS, Edge, WAP, 3G, Bluetooth, Wi-Fi. Мы сможем с вами, к примеру, даже есть возможность добавления новых столов, удаления их. и, собственно, сам телефон, включение CDMA, GSM связи для передачи данных, интернет роуминга, для синхронизации с интернетом можем выбрать через CDMA или GSM. также у нас есть беспроводные сети, Wi-Fi, Bluetooth встроенный, можно использовать как модем, раздавать интернет нескольким девайсам, независимо от операционной системы, как Windows Mobile, Linux или Android. Также возможность звуковых настроек, полностью вибросигнал, включение-отключение, мелодия звонка, звуки, выдамления с экраном, что есть у нас возможность регулировки для экономии энергии или же для производительности хороших, чтобы смотрели, анимации и настройка экрана. Также есть у нас возможность GPS настройки, возможность от GPS. Давайте с вами попробуем к примеру на VTEL. вот у нас есть с программой Navitel справляется этот телефон быстро. Есть голосовые предупреждения, голосовой поиск. Как видим, карты уже нашлись. поиск спутников. теперь у нас идёт поиск спутников. Продолжим с вами смотреть общие настройки. Есть возможность управления приложением, отключения, включения. Также сделать отладку по USB для восстановления и установки новых приложений, сделать резервный код, также создать себе аккаунт для автосинхронизации всех контактов и настроек телефона. Для последующей синхронизации есть возможность, я уже повторял, голосового ввода-вывода, настройки даты времени, компас, настройки камеры, можем переключать фронтальная или же задняя камера. Вот. Значит, камера наша. Есть возможность сфотографирования с верхней кнопки, давайте попробуем что-нибудь. Есть возможность просмотреть. Сразу быстрый доступ к альбомам. Камера у нас идет 5 пикселей, как видим. максимальное увеличение не искажает наше изображение. просмотр галереи дал тоже хорошие результаты. Мы сможем с вами посмотреть. есть возможность при малейшем касании галереи. То есть очень довольно-таки качественные обои с возможностью большим расширением мультитач. темно-дорога. Темно-дорога. Также у нас есть с вами возможность просмотра видео на YouTube. можем с вами прослушать какую-то музыку. К примеру. Видим датчик. громкий динамик у нас довольно хороший. Вот. Что хотелось бы сказать подведя итоги. Модель E86 превзошла своего предшественника T9190 производительностью процессора на 200 МГц. Так как в старом было 600 в нашей модели 800 МГц. На базе Qualcomm MSM 6727 аналог того, что стоит в Galaxy Note. Кроме того, есть самый большой плюс нормальные 3D игры. Ну и еще одна важная плюшка. Теперь он благодаря процессору умеет работать с 3G сетями. На борту имеется 512 встроенной 512 оперативной памяти, что весьма замечательно и уже на уровне брендовых девайсов дают некоторым из них фору. также